Сегодня глобальных проблем с дорогами в областном центре, по словам специалистов, не наблюдаются. Но зима все-таки оставляет свой след в виде ямок, трещин, выбоин. Сегодня асфальтное покрытие оперативно восстанавливают сразу в нескольких точках города. Одной из таких стал проспект Машерово. Как объяснили дорожники, ремонт временный, но это мировынужденная, чтобы снизить количество аварийных ситуаций. Оставлять глубокие выбоины до весны небезопасно, ведь в некоторых местах их глубина достигает до 3-5 сантиметров. На сегодняшний день ситуация с ямочностью на городских улицах управляемая. Ежедневно проводится как нами, так и работниками ГАИ, проводится мониторинг улиц. Кроме того, поступают нам заявки по 115, где-то что-то появляется. Мы стараемся в кратчайшие сроки все это устранять. Работает 4-5 бригад на ямочном ремонте. Сегодня, например, работы ведутся на улицах Орды, на улице 28 июля и на проспекте Машерово. Все работы, проводимые в зимний период, они являются временными, как временная мера. Но в то же время опыт подсказывает, что вот этот литой асфальт, который мы применяем, он, в принципе, 2-3 года, он своих свойств не теряет и полностью выдерживает все нагрузки. Но, согласно технологии, в принципе, большие, особенно карты, это, конечно, будет все переделываться. В летний период это будет вырезаться и все это будет закладываться горячим асфальтом. Сегодня практически во всех районах дорожное покрытие ремонтируют безотходным способом. Даже в минусовую температуру специалисты дорожных служб выполняют этот трудоемкий процесс одним из двух методов. Мы работаем практически полностью с применением литого асфальтобетона, который сам есть тоже две. Мы его часть, мы его приготовляем сами, литой асфальтобетон, часть разогреваем уже готовый асфальтобетон, специальный тоже там две, ну а разные две машины есть, точнее, ну не две, но машины двух типов для работы. Вот разогреваем уже готовый асфальтобетон, который был приобретен заранее, и получается литой асфальтобетон, которым мы проводим работу. Помимо ремонтных работ на проезжей части, рабочие дорожно-эксплуатационных служб создают комфорт в городе над Бугом и для пешеходов. Так, по улице 28 июля производится укладка нового тротуара протяженностью 130 метров, а в ближайшее время аналогичные работы будут продолжены и по улице Дубровской. Благодаря погодным условиям уже можно заниматься и такой работой по укладке плитки мелкоштучной, что сейчас мы, собственно, и делаем. Делаем тротуар на спуске с моста 28 июля. Ведутся работы по установке тротуарного бордюра, также будет устройство основания и укладка мелкоштучной плитки. Здесь тротуара не было, только до половины моста. Люди ходят сейчас, тем более в наше время стало много велосипедистов и пешеходов, то тротуар нужен здесь обязательно. Лариса Осмолович, Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БугТВ.